Охрана труда – это то, с чего начинается жизнедеятельность каждого предприятия. В этом деле на помощь руководителям приходят обучающие семинары и информационные программы, которые ежегодно совершенствуются. Они – своеобразное пособие для каждой организации. Их основная задача – сохранение жизни и здоровья работников. Основная задача сегодняшнего мероприятия – это обучающие, то есть больше профилактика, обучить персонал, который работает с охраной труда, руководителей, всем безопасным способом производства работ, для того, чтобы исключить всевозможные случаи травматизма производственного. Ситуация у нас по городу Бресту стабильная. В этом году наблюдается незначительный рост. Значит, за истекший период времени, за пять месяцев, у нас девять случаев травматизма производственного. И все случаи – это с тяжелым исходом. В прошлом году за аналогичный период было шесть случаев, но был один в этих шести смертельный. В этом году смертельных случаев, слава богу, нету. Со стороны горосполкома делается все возможное, чтобы избежать тех или иных происшествий. Так, два раза в неделю выезжает мобильная группа по проблемным предприятиям. Проводится мониторинг с присутствием сотрудников прокуратуры, МЧС и представителей охраны труда. Традиционными местами, где происходят те или иные случаи, которые приводят к печальным последствиям, остаются сферы промышленности, строительства и транспорта. Но есть и такие предприятия, которые во главу угла ставят безопасность своих работников. Такими и являются завод КПД, который выпускает железобетонные изделия, брестские учреждения образования и Гефест. На заводе компании постоянно обновляется оборудование и, конечно же, меняется подход к безопасности, что трудно не заметить. В этом году провели городской исполнительный комитет, обсудили вопросы, итоги работы. В прошлом году по охране труда провели два заседания комиссии городской по охране труда. Подвели итоги работы предприятий за прошлый год. Наградили 22 тысячи. Мы в качестве вознаграждения отдали нашим предприятиям, на которых была достойным образом организована охрана труда. Восьмая школа у нас в лидерах, причем на регулярной основе. И Гефест у нас, газопарад на регулярной основе, тоже занимает первые места в конкурсе по охране труда. Значит, несчастные случаи у нас произошли в строительной отрасли. Это такие предприятия, как Мостоотряд 58, Веставто, это транспортное предприятие. Полесье Жилстрой, вот строительная сфера тоже, ПМК 12. Есть вопросы с точки зрения контроля со стороны руководителя предприятия. У совершенствования системы охраны труда, системы, в которой жизнь и здоровье человека стоят, на первом месте одно из приоритетных направлений деятельности профсоюзов. Наши члены профсоюза, общественные секторы по охране труда, они находятся ближе всего к рабочим местам. И видят все эти риски ближе, потому что они всегда участвуют непосредственно в производственном процессе. И поэтому наши профсоюзные активисты, это первые помощники инженеров по охране труда. На них можно опираться, на них можно доверять. И с их помощью мы будем бороться с таким явлением, как производственным травматизмом, более успешно. Хотелось бы на этих первых чаще видеть первых лиц предприятий, нанимателей непосредственных, чтобы они слышали наши проблемы и вникали в них. И, естественно, включались в этот процесс борьбы с производственным травматизмом. В числе участников семинара большое количество инженеров по охране труда. Кроме того, присутствовали и представители контролирующих надзорных органов, которые говорили об изменениях в технических нормативных правовых актах. С завтрашнего дня, с 1 июня, вступает в силу два новых документа в области промышленной безопасности. Это правила промышленной безопасности в области газоснабжения, и также правила промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением. На сегодня данные правила приведены в соответствии со строительными нормами, с нормами здравоохранения. Эти изменения появились тем, что законодательная база постоянно изменяется. Вышли новые строительные нормы, вышли новые нормы в области здравоохранения. По завершению семинара, каждый из присутствующих мог ознакомиться с выставкой спецодежды, которая развернулась в фойе круглого зала горисполкома. Представленная продукция, защитные куртки, ботинки, очки и многое. Другое еще раз показывает, что все делается для людей, чтобы защитить, предостеречь и не допустить травматизма на том или ином предприятии. Продолжение следует...